всем огромнейший привет очень рада снова с вами сегодня как всегда хочу поделиться это обзором моих магазинных продуктов не только продуктов и еще некоторых покупок так что коммерческий ролик приятного просмотра и давайте приступим что же этот раз я приобрел как всегда у меня закончились уже салфетки я так посмотрел что у меня уже нету полотенец думаю надо срочно быстренько брать потому что я без таких вот полотенцев как без рук потому что такие вот и как говорится бумажные полотенца они для кухни очень классные они плотные и я всегда в любую минуту могу руки вытереть или протереть стол или раковину или плиту и тому подобное очень конечно же шикардосные в упаковке 160 штук вот и очень кстати хорошая цена даже немножко они дешевле стали 26 35 на 26 гривен 35 копеек вот я думаю сразу и наверно все-таки возьму две упаковки потому что они у меня просто расходоваются как горячие пирожки как-то они меня долго не задерживаются потому что больше всего я ими пользуюсь так следующее также у меня закончилась и тоже мне как-то вот вечно и думаю что у меня всегда это есть но к сожалению вечно какая-то проблема потому что бывает так что голова болит то давление то голова вот но этот раз у меня было не давление голова и всегда обезболивающие у меня всегда должны быть но я посмотрел нигде ничего нет и за это я быстренько пошел купил это вот такие вот обезболивающие таблетки и мэтт очень классные они мне очень помогают вообще просто шикардосные в упаковке есть что 10 таблеток и есть 20 таблеток конечно же где 10 таблеток там дешевле где 20 таблеток дороже но я решил уже взять сразу 20 таблеток это получается две пластинки чтобы одна была у меня в сумке а вторая у меня была в дома то что такая вот упаковочка таблеток сто сорок шести гривен но очень классные очень хорошо обезболивают и вообще просто суперское так что всегда я их приобретаю очень классные так следующие также приобрел потому что у меня закончился это идет и ванишь это для белых тканей от отбеливающий классный я люблю такие вот отбеливающие продукты ну пока еще жлоблюсь приобретать в больших упаковках потому что цены меня не устраивает ну на такую вот небольшую упаковку была хорошая цена 99 гривен здесь у нас 450 миллилитров так что без ваниша я никак не обхожусь и ну к сожалению хотел еще взять и для цветных тканей но не было хорошей цены то пока в данный момент и мне надо в первую очередь для белых тканей то за это пока взял ванишь для белых также была хорошая цена как всегда это на мусорные пакеты потому что мусорные пакеты также как всегда улетают это идут у нас на 35 литров на ведро до в упаковке 30 штук они идут с ручками люблю именно пакеты где есть ручки потому что там где нету ручек и мне те пакеты не нравится потому что во первых они немножко тонковаты если брать подешевле то из-за это и вот эти тоже они хоть конечно же сами по себе не толстые но они не так рвутся потому что благодаря ручки никаких проблем нет не такие вот пакеты стоили у нас 28 гривен 49 копеек так что я за это думаю у меня там еще остатки сладкие остались думаю пока неплохая цена думаю ладно возьму потому что все равно рано или поздно но мне надо она кушать не просит пусть она будет также следующий решил приобрести это конечно же бананы вот ну и бананы у нас тут стоят сразу уже все видно так килограмм стоит 62 гривны 90 копеек у меня обошлось на килограмм 208 грамм на 75 гривен 98 копеек так что и бананы я люблю и места как говорится сладкого я кушаю бананы хотя бывает периодично так как я уже слава богу уже хожу спросил то бывает что и могу себе позволить уже немножко и что-то из сладкого потому что я старался пока я не хотел спросил вообще старался сладкого ничего такого не кушать так следующее купил конечно еще но вот такое вот сгущенное молоко о 290 грамм почему приобретал потому что я еще планирую у меня еще осталось тыква и остатки сладкие жалко ее выбрасывать и что-то вот мне захотелось что-то спечь какого-то пирога так что для этого нужно защищенное молоко я решил приобрести хорошая тоже была цена 44 гривны и там с копейками уже не помню потому что у меня приобреталась это не все сразу вот это так уже я решил вам просто все сразу показать что же у меня было из покупок также следующее приобрел я укроп вот такая вот упаковочка и не данный момент и достаточно сколько потому что он быстро пропадает тоже стоила такая упаковочка 12 гривен 30 копеек так что как же без зелени потому что мне кашу варить надо обязательно что-то должно как-то пахнуть весной или летом следующее также приобрел бы тоже для выпекания мне надо это идет у нас и кукурузный крахмал он идет без глютена вот такая вот упаковочка так что можно разные дела десерты уже по желанию и соусы можно делать здесь и также здесь есть у нас и даже рецепты для теста для глазури рецепт есть так что тут что хотите то и прямо по полной программе 200 грамм в упаковочке от ну я опять же потому что мне надо для тыквенного пирога то мне конечно же надо этот крахмал кукурузный а еще плюс без глютена вообще просто супер и стоил он 30 гривен 44 копейки так что за это думаю как же без этого также и со специи еще взял корицу от 20 грамм в упаковочке стоило 9 гривен там что-то с копейками там 23 копейки что лишь что такого рода это уже немножко подороже это идет у нас имбир перетертый 30 грамм также что хочу сказать что он у нас стоит 30 гривен 18 копеек конечно же не так уж и дешево ну и данный момент если что-то брать то лучше уже конечно же брать не первую вот эту линию да а именно что-то более получше потому что из первой линии только могу взять полотенце такого рода а вот именно для продукт ну и какие-то продукты то эту линию я не беру а беру именно чисто вот что-то другое и почему бы не попробовать и это так как говорится немножко дороговато но там было еще дороже то что это еще я выбрал еще более-менее то что ж такое все падает более-менее еще по нормальной цене хотя я заварю я всегда стараюсь приобретать где-то чтобы были какие-то акции как всегда по желтым ценникам и также еще я приобрел это идут у нас и тоже стерилизованная парой мускатный орех а также вот такая вот упаковочка и тоже где-то стоил 28 гривен там 40 копеек что-то такого рода вот потому что он мне тоже надо для выпечки так что из-за этого я решил его приобрести потому что имбирь надо мускатный орех надо то надо все надо и короче что давно все падает у меня понимаете это нормальный ход так следующее также я решил еще приобрести попробовать это идет у нас серия бкк что хочу сказать что как-то я уже пробовал я брал ванильную это решил еще взять именно клубничную это идут у нас типа как это знаете то есть десерты которые то там с кремиком тоже они типа с повидлом идут я забыл как они называются я думаю вы догадались по упаковку по самому формату пирожина да от но это намного дешевле потому что то намного дороже стоит это дешевле в упаковке идет у нас сколько там 6 штук вот 120 грамм получается упаковки и хочу сказать что не хуже тех десертов как и допустим вот этот вообще очень кстати вкусный очень прям нежный вот приятный на вкус и не очень такой вот прям приторно какой-то там сладкий нет очень такой приятный и хорошая была там цена всего лишь стоило такое удовольствие сейчас я быстренько найду если я найду вот потому что где-то должно быть 36 гривен 90 копеек так что намного дешевле так что я решил еще попробовать ой-ой-ой решил еще попробовать именно с клубникой также еще один десерт я взял потому что я уже как-то пробовал мне очень понравился это идет у нас бембил это идет и такие тоже пару пирожные но это идет у нас печенье и внутри нас идет наш маршмеллоу и которые посыпаны кокосовой стружкой тоже в упаковке 6 штук очень вкусные ночи такие вот прям нежные как раз для моих зубов самый-самый раз и этот раз я решил еще и их тоже приобрести и как всегда у них очень была хорошая цена 32 гривны и 31 копейка кстати очень такие прям вкусные и нежные даже если не с чаем там допустим или с кофе будет очень круто классные так следующее также еще была хорошая цена это конечно же на пельмени и левада очень люблю именно пельмени и вареники именно из фирмы левада они очень вкусные они вы знаете как домашние плюс мне очень нравится что они не развариваются от и что мне очень нравится что здесь больше начинки чем тесто также это идут у нас яловичной и свининой вот здесь видите 68 штук в упаковке этого 700 грамм в упаковке и получается куда его в туалет непонятно ну где-то куда-то ой-ой-ой ну короче полотенца вы уже видели то вы видели как-то я буду немножко это все что-то место мало так и тоже была хорошая цена стояли они по сто двадцать четыре гривны такая вот упаковочка это по желтым ценникам то за это я решил взять пока одну упаковку также взял я еще плюс помидоры потому что как всегда мне надо какие-то салаты делать до каши и это тоже были самые дешевые помидоры килограмм стоит семьдесят четыре гривны 85 копеек мне обошлось на 626 грамм сорок шесть гривен восемьдесят шесть копеек а что ну без помидоров никак потому что нужно следующее также еще плюс у меня уже закончилась морковь так что еще решил взять морковь сейчас покажу прям боже как она пахнет ничего себе так килограмм моркови стоит 20 гривен девяносто копеек у меня получилось на восемьсот восемнадцать грамм на 18 гривен четырнадцать копеек это получается у нас мытая морковь не мытую я почему не брал потому что она там такая какая-то вся стрёмная и плюсы не такое ощущение что я буду платить больше за болото чем за саму морковь то что из за это я думаю я лучше возьму немножко подороже то зато я знаю что здесь идет я плачу за морковь а не за болото вот так следующее как всегда конечно же как же без мяса потому что каша без мяса это не каша это идет у нас и мякоти куриного бедрышка и здесь идет у нас она идет без кожи килограмм стоит 159 гривен у меня видите получилось больше килограмма кило 66 грамм на 169 гривен 48 копеек получилось этого мяса потому что я же говорю и в каше мне тоже должно быть знаете так нормально мясо не по чуть-чуть чтобы не одну кашу кушать а еще плюс и чтобы и было там и мясо также и еще у меня тоже такая получилась ассоциация как-то я просто-напросто провтыкал что сейчас уже зима более-менее холодно и я с балкона не забрал лук и короче мой лук накрылся медным тазом он у меня померз понятное дело что я остался без лука и как же надо приобретать лук и получается конечно тоже выбор лука это матерь божья капец я еле хоть что-то отобрал потому что там такого ничего ну вообще такой какой-то он был стрёмный ну выбрал даже видите много не не брал потому что это так еле-еле выбрал даже не хотелось мне там рыться в этом луке получается за килограмм 15 гривен 90 копеек мне тут обошлось на 814 грамм 14 гривен 21 копейка мне обошлась за этот лук ну лук я живу такой я живу выбрал слава богу более-менее добротные потому что я живу там капец какой-то то какой-то не лука какой-то не знаю что это такое и последнее что хочу еще показать также я решил попробовать потому что мне нравится именно этот изготовитель потому что у меня идут стиральные жидкие порошки вот именно и германские фирма от изготовитель и за это тоже была очень хорошая цена 55 гривен 45 копеек это по желтой цене здесь идет у нас литр в упаковке это идет у нас моющее средство для посуды с экстрактом идет у нас алоэ вера и также лесовой клубники так что из-за это думаю ну попробуй почему бы и нет потому что я давно на это все смотрел и думаю у меня и своего хватает моющего для посуды но вот хорошая была цена думаю ну все таки попробую потому что стиральный жидкий порошок мне нравится и мыло для рук мне тоже нравится именно этой фирмы и за это еще попробую думаю и для посуды и сейчас я еще плюс понюхаю какой здесь аромат очень приятно узнать во-первых очень такой прям интересный он идет видите такого прям красноватого розового цвета и аромат той боже как приятно очень кстати пла пахнет ким прям клубничным ароматом очень не химозные болит к вот именно клубничный аромат очень приятно пахнет и также здесь вот идет такой вот дозатор очень удобный вот так что надеюсь что мне такой вот продукт понравится если понравится буду со ровным удовольствием его тоже постоянно приобретать во-первых что литр хватит его надолго и надеюсь что будет хорошо мыть как в горячей так и в холодной воде так что все но такие были у меня небольшие покупки конечно же я не могу вам сказать общую сумму этих покупок потому что у меня я же говорю что получается так что что-то приобреталось раньше а что приобретала сегодня но если допустим сегодня то за сегодня тут у меня чек идет на 776 гривен 91 копейку и также еще плюсы таблеточки 146 гривен то что такие вот меня чеки именно на некоторые продукты которые именно здесь так что спасибо огромнейшее что вы были со мной надеюсь было интересно полезно информативно и как всегда до новых встреч всем пока пока